Если вас интересует очищение кишечника от шлаков, токсинов, паразитов в домашних условиях, то вы понимаете, что именно через кишечник вы получаете основное количество воды, а также релков, жиров, углеводов, витаминов, макро-микроэлементов в составе продуктов питания для вашего обеспечения высокого качества жизни, работоспособности и активного долголетия. Но одновременно таким путем могут попадать и различные токсические вещества. И важно знать, как обезопасить себя от них. Также через кишечник идет удаление основного количества продуктов жизнедеятельности, или как по-другому их называют шлаков, обмен веществ. И важно понимать, как эти процессы уравновесить, как обеспечить и питание, и очищение вашего организма, в режиме реального времени, через одну из самых мощных систем. Я предложу несколько различных методов и систем, которые позволят обеспечить оба этих процесса одновременно. И очищение, и питание вашего организма. Ну а вы сами подберете себе те, которые вам в большей степени подходят. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете методы, которые очищают кишечник только частично. Вы также узнаете методы, которые использовать можно только периодически. Но и с небольшими короткими курсами. Также вы узнаете методы, как полноценно полностью очищать кишечник в режиме реального времени, и обеспечивать полноценное питание вашего организма. Итак, наиболее распространенный метод частичного очищения кишечника, который, к сожалению, нельзя использовать в постоянном режиме, это обычная очистительная клизма. Да, клизма хороша, в случае, если есть запор, но, если запор нельзя устранить, иным путем. Ну, конечно, самый простой метод, вода есть, как правило, какая-то емкость и шланг присутствуют в домашних условиях, можно приспособить под клизму все, что угодно. Введение воды в кишечник позволяет очистить его, да. Да, все прекрасно, все здорово, но вы должны прекрасно понимать, что вы удаляете все. Вы удаляете из кишечника практически содержимое, в котором находятся и полезные сопрофитные бактерии, которые являются щитом в кишечнике. И важно, вот тут очистительная клизма, одиночная, может быть, как скорая помощь, но если пошла серия очистительных клизм, то чем она продолжительнее, чем лучше вы очищаете кишечник таким путем, тем большая вероятность у вас разовьется дисбактериоз кишечника. И это нужно понимать, потому как эта ситуация, она не самая простая. Конечно, очищение кишечника можно усилить, если мы будем использовать не просто прохладную воду для клизмы, но добавим туда соль. Полутора-двух процентный раствор соли помогает еще лучше очистить кишечник. Вы же понимаете, тут еще лучше, это еще опаснее развитие дисбактериоза. Когда вы вводите подсоленную воду в кишечник, соль за счет осмоса вытаскивает на себя в кишечнике в толстом воду и промывает все ворсинки. Да, здесь частицы кала, что-то тут могло задержаться между ворсинками, это все вымоется. И микробов останется после такой клизмы еще меньше. И опасность развития дисбактериоза еще больше. Такое видео есть на моем канале, почитайте, посмотрите его. Дисбактериоз в кишечнике минус 30% жизни, это не так мало. Поэтому нужно думать, как правильно очищать кишечник с помощью клизм. Тем более, если используют в клизмах пищевую соду. Да, я прекрасно понимаю, можно ввести раствор соды в клизме, но вы должны прекрасно понимать. Нормальное содержимое кишечника, которое выделяется из вашего организма, имеет кислую или слабо кислую среду. И она формируется очень просто. Есть патогенные бактерии, есть сапрофитные бактерии. Сапрофитные бактерии, развиваясь на клетчатке, активируясь, вырабатывают кислоты, которыми подавляют патогенные бактерии. Стоит вам в эту среду внести щелочь в виде соды, кислота подавлена. Как вы понимаете, кто будет развиваться в вашем кишечнике? Патогенные бактерии. Это нужно просто понимать, поэтому, знаете, пищевая сода это не для клизм. Пищевая сода совершенно для иного способа применения. Можно, конечно, усилить очистку кишечника, сделать аналог клизмы и очищение кишечника в йоге, предлагает немножко иной путь. Это шанг-пракшалан. В чем она состоит? То есть человек натощак утречком последовательно выпивает стакан подсоленной воды, делает несколько движений, чтобы вода из желудка побыстрее попала в кишечник. И вот эта подсоленная вода идет по всему кишечнику. Соль, как я уже сказал, обладает астматическими свойствами. То есть она тащит на себя воду. Объем содержимого кишечника вот за счет такой подсоленной воды увеличивается. 3-4 стакана человек выпивает, появляется желание сходить в туалет. И начинается очищение кишечника. Вернее, не начинается очищение. Оно продолжается, потому что очищение тонкого кишечника переходит плавно в очищение толстого кишечника. Обычно на одну процедуру используется 8-12 стаканов воды. Вроде как очистка есть. Но, вы должны понимать, во-первых, это точечный метод воздействия. Шанпрокшаланы нельзя злоупотреблять. Потому что точно так же, как соль в клизме, точно так же работает и шанпрокшалана. Да, она промывает ворсинки. Да, она убирает те залежи, которые там задержались. Но, вы должны прекрасно понимать, что вымывается очень активно микрофлора кишечника. И злоупотреблять таким методом не стоит. Чаще, чем раз в месяц, я бы не советовал так очищать кишечник. И то, если вы имеете к этому определенные показания. Конечно, у йогов есть еще один способ очищения кишечника. Кто стоит при сядке, потому что он не самый традиционный, не самый простой. И, честно говоря, только йоги могут использовать его в достаточной степени. Потому что нужно уметь так расслабиться, как это делают йоги. Это не самый простой способ. Я вначале, вы знаете, как-то услышал о нем, начал шутить. Потом попал на одного йога. Он говорит, да не вопрос, сейчас, если хотите, покажу. Без проблем. Очищу сейчас кишечник в вашем присутствии. Это использование бинта. Да, вы не ослышались. Йог прогладывает 10-15 метров бинта. Длина кишечника 10 метров. И может с помощью бинта, фактически, очистить бинт, когда проходит через кишечник. Как вы понимаете, он имеет достаточно сложный рельеф. И на себе может вынести достаточно много разных вещей. В том числе, кстати, и паразитов. Часть из них может там запутаться. И таким образом можно очистить кишечник. Я думаю, что йоги этот метод очищения кишечника переняли у медведей. Вы знаете, как медведь ложится в спячку? Перед тем, как лечь в спячку, он поедает волокнистые растения, которые, проходя по кишечнику, фактически, помогают запутаться в них различным паразитам. И таким образом идет очищение кишечника. Йоговский способ где-то близко находится. Но, очень сложно применить, потому что, во-первых, рвотный рефлекс, нужно как-то подавлять, бинт все-таки будет раздражать. Ну и все-таки удалить из кишечника бинт достаточно сложно, он прилипает. То есть, там есть определенные сложности. Поэтому, далеко не каждый человек сможет таким образом очистить кишечник. А значительно более распространены различные исслабительные. И если вы используете солевые исслабительные, ну, типа магнезии, вы можете одновременно не просто очистить кишечник, но и очистить немножко желчный пузырь, разрузить застой желчи и немножко улучшить, облегчить состояние печени. Да, но нужно помнить, опять-таки, солевые исслабительные точно так же, обладая осмосом, они увеличивают объем кишечного содержимого за счет того, что жидкость переходит из кровеносного русла, в кишечник. И таким образом, те, у кого есть веитосуистодистония, у них могут возникнуть ситуации, когда более густая кровь, сердце может не потянуть. У меня были такие случаи, когда люди после солевых слабителей оказывались в реанимации. Женщинам такой метод лечения не очень подходит, потому что резко меняется объем и вязкость крови. Объем крови в сторону уменьшения, а вязкость крови в сторону увеличения. Если есть ВСД по гипотоническому типу, там, 90-60, 100 на 70, то в этом случае я бы не советовал пользоваться солевыми исслабительными. Есть более мягко действующие исслабительные, это масло. Ну, самое распространенное, касторовое масло, это масло из семян клещевины, да, оно тоже обладает слабительными свойствами, буквально столовая ложка, может быть, две, и фактически такое масло, прогоняя содержимое кишечника, тоже помогает очистить весь кишечник. Оно в меньшей степени, чем солевые, слабительные, нарушает работу кишечника, но, знаете, все слепые зондирования, все вот такие слабительные методы, они имеют негативное действие. Одно из. Они все нарушают все-таки работу пищеварительной системы, они срывают работу пищеварительной системы. И таким способом пользоваться часто, опять-таки, я бы не советовал. Я бы советовал пользоваться как исключение, ну, как скорая помощь. Так же, как и слабительными травами. Да, можно очистить кишечник травами. Есть обычные травы, которые содержат антрогликозиды. Это сено, крушино, жестер, щавель конский, ревен тангутский. Эти растения содержат достаточно много антрогликозидов, которые раздражают кишечник, ускоряют продвижение каловых масс. Но тут момент срыва пищеварительной системы отсутствует, а вот момент раздражения все-таки присутствует. Антрогликозиды жестко раздражают кишечник, вызывают в нем фактически воспалительные изменения, вплоть до атрофии и переходов в онкологию. Поэтому тоже не стоит использовать антрогликозиды с такой целью. Что можно использовать? Ну, используют часто масла пищевые. Есть такое видео на моем канале, как очистить кишечник маслами. Посмотрите. Важна очень доза и частота. Все-таки, когда я использую дозы более 50 грамм, это создает, да, послабление, потому что идет сброс желчи, перенапрягается, правда, поджелудочное и хронический панкреатит, который есть, может перейти в острый. Чем закончится, посмотрите, такое видео есть на моем канале. Я бы не советовал масла использовать большими дозами. Все-таки частота приема и регулярность приема дают больший эффект и улучшают процесс пищеварения, не срывая его. В отличие от того, когда большие дозы, от 50 до 200 грамм растительного масла принимается однократно, вызывают проблемы. Используют очень часто семена льна для очищения кишечника. Я вас прекрасно понимаю, потому что название лен слабительный показывает основной механизм действия. Но важно правильно использовать семена льна. В оболочках есть слизь, и эта слизь при попадании в холодную воду, заметьте, в холодную воду, способна к набуханию. Ваша задача, периодически взбалтывая, убирать эту слизь, к семенам льна подошла новая порция холодной воды и опять пошло набухание. Вот таким простым энергосберегающим способом вы получаете легко слизь семена льна, употребляете ее внутрь, она обладает обволакивающим действием по отношению к желудку, создает объем каловых масс и легко способствует их удалению, не срывая систему пищеварения. Из семян льна можно использовать еще одно, еще один компонент, это масло семян льна, оно тоже есть, но его лучше использовать не между приемом пищи, как это делает слизь, а в связи с едой, прямо перед едой, во время еды, оно помогает, опять-таки, желчегонный эффект, желчь попадает в кишечник, а желчные кислоты самые сильные, естественные раздражители кишечника, которые помогают ему очищаться в режиме реального времени. Ваша задача, масло льна подкидывать достаточно часто, но небольшими порциями в свою пищеварительную систему. Видео лечения семенами льна тоже есть на моем канале, подписчикам проще найти, если вы еще не подписались, не забудьте подписаться, более 500 видео, и не скажу, что они бесполезны, они очень полезны для здоровья, для системного отношения к своему организму, потому что я врач-системщик, я понимаю, что это такое, я не лечу отдельные органы, я лечу организм в целом, я создаю благоприятные условия для работы различных органов и систем для вашего здоровья и активного долголетия, потому что когда используют из семян льна собственные семена, неважно, в целом виде, или в виде муки, в виде измельченных семян льна, я прекрасно понимаю, да, слабительный эффект будет еще лучше, потому что кроме того, что там действует слизь, как я уже сказал, кроме того, что там есть масло, которое действует, как я уже сказал, там есть еще такой гликозид линемарин, это цианогенный гликозид, из которого в организме образуется синильная кислота, которая блокирует систему всасывания и естественно, объем содержимого кишечника увеличивается, но не за счет воды, как это делают солевые и слабительные, а за счет пищи, которая просто не переварилась, зачем вам так питаться, если вы вложили деньги в еду и выбросили ее в пищеварительную систему, но пока непереваренная пища будет идти по кишечнику, ей будут лакомиться как минимум патогенные бактерии, как максимум паразиты, используя семена льна в системе питания, вы в принципе провоцируете дисбактериоз и сокращаете свою жизнь примерно на треть, и вы фактически раскармливаете паразитов, а вы хотели их убрать, а зачем их кормить, вы знаете, когда ищут лечение паразитов, я понимаю, что вы немножко неправильно набрали в поисковике то, что вы хотели, не лечить паразитов надо, а удалять паразитов надо, потому что они и так хороши, они и так первыми находятся в системе питания, они первыми кушают пищу, и все ситуации с этим связаны, то есть вы получаете вместо продуктов питания продукты их жизнедеятельности, часто токсичные, часто вызывающие аллергии, и лечите потом аллергии, и лечите пищевую аллергию, и лечите другие виды аллергии, лечите дисбактериозу, у вас на самом деле там просто раскорбленные паразиты живут, которых нужно знать как вывести, чуть позже я об этом скажу, часто используют внутрь пищевую соду, я прекрасно понимаю, да, она помогает очистить кишечник, но совсем не от того, что вы хотели, потому что пищевая сода пока у человека сохранена кислотность желудочного сока, попадая в желудок, будет реагировать соляной кислотой, и в результате этой реакции будет образовываться обычная поваренная соль и углекислый газ, который раздражая стенку желудка, будет способствовать выработку тех дополнительных порций соляной кислоты, которая будет всю эту соду гасить, и пока желудок ваш активно работает, пищевая сода ниже не пройдет, она не попадет в кишечник, вот когда сода делает свое дело, сто лет назад так лечили язвенную болезнь и долечивали до атрофического гастрита, а атрофия всегда предрана, а когда желудок в состоянии атрофии пища уже не переваривается, и вот тут появился опять, как и от семян льна, от синильной кислоты, которая там есть, объем каловых масс, который дает вам, имитирует вам очищение кишечника, но вы не кишечник очищаете, вы пищу непереваренную прогоняете по нему, это две большие разницы, как говорят в Одессе, так не стоит делать, уж лучше использовать яблоки, очищение кишечника яблоками известно, да, яблоки содержат мягкую клетчатку, которая, проходя по кишечнику, способствует его очищению, но яблоки входят в различные системы питания, поэтому я не буду на них подробно останавливаться, как и на очищении кишечника рисом, он рис скорее не очищает кишечник, он скорее создает условия, он легко переваривается, и кишечник не перенапрягается при попадании в него риса, это немножко разные вещи, а сейчас я подойду, практически уже подошел к системам питания, которые используют для очищения кишечника, ну, одна из таких систем питания, экстремальное, я бы сказал, питание, это так называемое лечебное голодание, ну, лечебное я всегда говорю в кавычках, потому что голодание не лечит, увы, когда говорят, что больное животное перешло на голод, а вы видели, сколько выздоровело животных в дикой природе, перейдя на голод, я не видел, но я прекрасно знаю, что из, скажем так, того количества воробьев, которые родились в этом сезоне, только 60 процентов в лучшем случае выживут, 40 процентов погибают, да, перед смертью, может быть, они отказываются от еды, но они погибают, вы знаете, даже среди хищников, я недавно это узнал, у львов примерно такой же отсек, то есть в дикой природе, увы, врачей мало, врачи, даже хищники, они там, фактически врачи в дикой природе, они тоже гибнут, у них тоже возникают проблемы, поэтому вы знаете, я не думаю, что система лечебного голодания может активно очистить кишечник, но, в принципе, на пятые и седьмые сутки, когда пищеварительная система, в принципе, за ненадобностью, не работая, идет сброс ферментов, после этого, фактически, идет выброс и желчи, и желчь, раздражая кишечник, как я выше сказал, это самый сильный естественный раздражитель для кишечника, она вызывает послабление, причем идет такие зловонные массы, там, ну, мягко выражаясь, не для описания видео, но, это всего один раз и во время одного сеанса лечебного голодания. Насколько часто можно голодать, опыты идут, вы знаете, но я еще не знаю ни одного долгожителя, который всю жизнь практиковал лечебное голодание, кто пять лет практикует, кто двадцать лет практикует, кто с первой попытки понял, что это не его метод лечения, но я еще не знаю ни одного человека, который перешагнул бы столетний рубеж, занимаясь лечебным голоданием. Если вы знаете таких, напишите в комментариях. Я расширю свой кругозор благодаря вашей информации. Поэтому есть более надежная система, лечебное голодание можно использовать, как вы понимаете, частично, невозможно использовать на протяжении всей жизни. И увы, когда мне будут сейчас писать о том, что кто-то занимается праноедением и от продуктов питания отказался, вы знаете, если проводили опыты, смотрели за праноедами, как они питаются, увы, питаются и воду пьют. Потому что если праноед разговаривает, если праноед дышит, в его организме идет окисление каких-то биологических субстратов, значит праноед должен уменьшаться в объемах и сойти на нет. Иначе он не может дышать. Потому что центр вдоха раздражается углекислым газом. Вдох идет за счет того, что углекислый газ это продукт горения в организме биологических субстратов, органических веществ, он раздражает центр и появляется вдох. Если праноед дышит, увы, он может сознательно дышать, допустим, не отдыхая, но во сне он задохнется, он не будет дышать. Если тут он может дышать для того, чтобы что-то сказать, то, увы, во сне праноед должен задохнуться, потому что углекислый газ не образуется. Если он образуется, значит праноед что-то ест, чтобы окислять. Увы, это законы биологии, которые, к сожалению, праноедов никто не отменял. А система питания, которая позволяет очищать организм, очищать кишечник в режиме реального времени, да, это сыроедение. Я прекрасно понимаю, да, когда поедаются сырые продукты питания. Наша пищеварительная система не очень к ним готова. Все-таки от классических сыроедов в природе мы немножко отличаемся. Если взять корову, классическое жвачное животное, то у нее 4 желудка, у человека всего 1. Если взять классических травоядных животных, например, коня, у него в 4 раза длиннее кишечник, чем у человека, у него примерно 30 метров, а у нас всего 8. И здесь система сыроедения не всегда эффективно сказывается на состоянии здоровья. Потому что когда сыроеды говорят, мы великолепно себя чувствуем, мы перестали болеть, да, я понимаю, что вы из одной системы неправильного питания перешли в другую систему, на мой взгляд, неправильного питания в условиях средних широк. Да, в условиях экваториальной зоны это самая лучшая система питания, потому что там 100% круглый год есть сырые, сочные, ключевое слово сочные плоды, благодаря которым можно утолять жажду и не погибнуть от перегрева. А когда в наших условиях используются зимой, в среднем полосе используются как сыроедами сухофрукты, вы меня извините, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Но, когда сыроеды говорят, я великолепно себя чувствую, я задаю второй вопрос. Ребята, назовите мне долгожителей на этой системе питания. Знаете, сыроеды недавно мне сказали, да, есть одна женщина, которая практиковала сыроедение и практикует его и прожила больше ста лет уже. Но вы знаете, наша Украина, при том, что у нас около 45 миллионов диетологов, потому что каждый человек сам себе составляет рацион питания и режим питания поддерживает свой личный уникальный. У нас значительно больше людей, не зная даже основ правильного питания, прожила больше ста лет. и к сожалению для сыроедов, увы, это, ну, мягко выражаясь, не самая лучшая информация. Но, вы знаете, есть более мягкая система питания, более болезная, более здоровая, это жесткое вегетарианство. В этой системе, кроме сырых продуктов питания, используются и термически обработанные. Вы знаете, вот современные экологические условия, да, я понимаю, сыроедение зародилось тогда, когда экология была великолепна. Когда берешь любой сырой продукт питания, ешь его и получаешь не только удовольствие, но и здоровье. Сегодня, когда вы берете в супермаркете или на базаре, или сами выращиваете какие-то продукты питания, вы должны прекрасно понимать, что на той землей, где выращивается, неважно где, никто не держал сто лет зонтик, чтобы туда, не дай бог, не попадали осадки, не попадал снег, не попадала дождевая вода, с которой попадают различные химические вещества, которые обогащают эту почту таким количеством токсинов, что продукты питания в сыром виде кушать сегодня, ну, просто, я бы сказал, опасны для здоровья. А вот, когда вы термически обрабатываете их, та растительная клетчатка, которая есть в продукте питания, в растительном происхождении, она активируется, она становится сорбентом. если она, эти продукты содержат токсические вещества, связавшись с клетчаткой, они становятся неактивными. Они в меньшей степени могут попасть в организм и навредить человеку, в отличие от того, когда сырой продукт используется растительного происхождения. Вот здесь возникает ситуация, здесь возникает проблема. То есть, организм на сырых продуктах, он в меньшей степени может самоочищаться, несмотря на то, что у сыроедов кишечник работает несколько раз в день. Хотя достаточно одного-двух раз. У сыроедов чаще он 3-4 раза в день работает. И, с одной стороны, считается, что это классно, это здорово. На самом деле, просто сырая клетчатка, пролетая по кишечнику, раздражает его, вызывает такой эффект. Но она не работает как сорбент. Она не удерживает на себе те токсические вещества, которые могли бы быть в продукте питания, которые образовались в кишечнике, которые попали в кишечник с обычной водой, которые выделяются из организма в кишечник. Секреторными железами с желчью той же. Сырая клетчатка не удержит. И токсические вещества имеют тенденцию крутиться по кругу, оставаясь в организме, в принципе. А вот разорвать этот круг помогает термическая обработка продуктов. Например, те же самые яблоки, о которых я уже сказал. Если человеку с гепатитом дать сырое яблоко, или ничего не почувствует, или будет хуже. Хуже будет, если в кишечнике есть дисбактериоз, сырое яблоко там начинает бродить, и продукты брожения бьют по печени, раздражая печень. А вот если вы дадите яблоко с того же дерева, но отварное, то есть в виде в компоте, или еще лучше запеченное, человек скажет только хуже, только лучше ему стало. По той простой причине, что в этом случае яблоко работает как сорбент. Оно соберет на себе те токсические вещества, которые были в кишечнике, меньше их попадет в печени, меньше будет раздражать, печень выходит из состояния воспаления. Легко и просто это может любой, каждый проверить. Поэтому термообработка все-таки это веление времени. Это способ обезопасить человека от той экологии, которая его окружает, или которая находится внутри его, например, в том же самом кишечнике. Поэтому есть великолепная система питания, это младое генетарианство. То есть в этой системе питания все-таки поддерживаются термически обработанные овощи и фрукты, которые великолепным образом работают как сорбенты, обезопасят ваш организм от токсинов любого происхождения, которые оказались каким-то образом в кишечнике и выведет из вашего организма. И произойдет не только очищение кишечника, вы побережете еще и свою печень, а также очистите весь свой организм. А если вам нужно на этом фоне еще и удалить паразитов, на не вопрос, самое простое, что можно сделать, это из лечебных масел использовать масло семян тыквы. Масло тыквы очень не любят круглые ленточные паразиты, которые чаще всего находятся в кишечнике, которые чаще всего доминируют в нем. Их легко таким образом удалить. Хотите более мягко это сделать, используйте семена тыквы, только ни в коем случае их термически не обрабатывайте. Измельченные семена тыквы только без оболочек. Они тоже проходя по кишечнику, главное принимать их скажем так точечно. То есть должна быть ложка-две столовые. Тогда проходя по кишечнику, паразиты накушавшись семян, они попадают в такую спячку и постепенно покидают кишечник. Да, вы не убьете паразитов точечно, но вы создаете условия при регулярном использовании для их удаления, для их выведения из организма. Потому что это очень важно. Это очень важно правильно делать, безопасно. Попасть в паразитов несложно. Дать ядовитые растения типа полынь, пижма, гвоздика можно. Но это очень небезопасный способ приема. Это очень небезопасный способ удаления паразитов. И нужно это просто правильно понимать и правильно использовать. В народной медицине раньше использовали аналог тех волокнистых растений, которые используют медведи, обычную морковь. Ее натирали тоненько-тоненько, но брали большую морковь, натирали длинными полосками. Дальше можно смешать с каким-то жиром, например, с тем же маслом тыквы, например, и съесть. Можно натереть яблочки для вкуса. И съесть все это вместе. Самое главное, принципиальное условие не жевать, проглатывать, то есть брать небольшими порциями и проглатывать. Вот эта морковка, проходя по кишечнику, она поможет паразитам запутаться в ней и удалить. Только такую морковь ни в коем случае не на ночь, утречком, натощак, нужно съесть такой салатик. Тогда, проходя по кишечнику, в течение дня вы будете понимать, как реагируют паразиты на этот способ лечения. И таким образом вы сможете легче очистить свой организм и уйти от лечения. Потому что по большому счету, когда кишечник работает хорошо, когда очищение кишечника вы проводите в режиме реального времени, ваш организм работает хорошо. Ваш организм получает все питательные вещества, которые ему нужны. Ваш организм своевременно удаляется от обменных шлаков, которые в организме образуются. И клетки работают великолепно, все прекрасно, все органы работают эффективно, так как вам того и хочется. И вы выходите из состояния лечения. Вам не нужно этого делать. Одновременно вы разрузите печень, вы поможете ей работать. Я знаю, что я такое, понимаю, для чего вам это нужно. Книжка «Что делать, если у вас есть печень?» Это одна из 50 опубликованных книг. И это очень важно знать и понимать, что очищение кишечника помогает работе печени и заодно всего вашего организма. Поддерживать в том числе иммунную систему, потому что вы знаете, неожиданно у нас попадает все население в сезон гриппа. Нужно знать, как бороться с гриппом, как предупредить осложнение, как сопровождать эту вирусную инфекцию. В книге это опубликовано. А также нужно хорошо поддерживать иммунитет. На перспективу все боятся заболеть раком. книжка по профилактике ранней диагностики рака тоже есть. Я тоже можно заказать. Контакты вы видите. Все это легко сделать. Ну а я это видео буду заканчивать привычными подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. Не забудьте подписаться на канал и отправить ссылочку на это видео своим друзьям и знакомым. До новых встреч!